Печень – самая крупная железа в организме человека. В печени происходит обезвреживание токсических веществ, поступающих в нее с кровью из желудочно-кишечного тракта. В ней синтезируются важнейшие белковые вещества крови, образуются гликоген, желчь. Печень участвует в лимфообразовании, играет существенную роль в обмене веществ. Как вы понимаете, печени часто приходится туго. Что больше всего не любит печень в нашей жизни? Не любит спиртных напитков и не любит высококалорийной пищи. Употребление спиртных напитков в расчете на алкоголь до 80 мл в сутки ежедневно в течение 10 лет приводится в лозу печени. Даже если вы вообще не употребляете спиртное, это не значит, что вы в безопасности. Тяжелая высококалорийная пища приводит к такой патологии, как жировой гипотоз. Продукты питания, объем питания, качество пищи влияет на функциональное состояние печени. Получается, печень лучшее подтверждение того, что наше здоровье на 90% зависит от того, что мы едим, пьем и чем дышим. Если в наш организм проникают вредные вещества, именно ей, бедняжке, приходится вставать на защиту. Еще один интересный факт – в печени нет нервных окончаний, поэтому она не подает сигналы болью о том, что с ней что-то не в порядке. Если вы будете соблюдать определенные правила, допустим, того же питания, регулярность питания – тоже очень немаловажный аспект нашей жизни, то печень сама будет себя восстанавливать. Я проверила очень много сайтов в сети интернет и выяснилось, что большинство советов по сохранению здоровья печени проводить периодические чистки этого органа. Чем только не предлагают удалять токсины и камни – свеклой, овсом, маслом, лимонным соком, травами, йогой и медом. Сайты пестрят обещаниями, что после такой процедуры ваше здоровье мгновенно улучшится. Даже гастрит пройдет каким-то волшебным способом. Так ли это? Печень как таковую чистить не надо. Это вот большое заблуждение наших пациентов, что печень надо чистить. Те излюбленные рецепты, которыми сейчас пользуются пациенты, например, пьют масло растительное с лимонным соком и все остальное. Это больше вреда, чем пользы. Объясняю почему. Вот представьте себе стакан растительного масла, выпить в течение часа, ведь это нагрузка жиром. Растительное масло – это жир, который требует большой переработки, большой нагрузки. Обычно чисткой печени начинают заниматься люди уже определенного возраста. К этому моменту у нас у многих уже фемроз поджелудочной железы. Это уже возрастные такие идут изменения тканевые. У нас может быть жировой апатоз клеток, тоже поджелудочной железы и печени. И когда мы даем такие нагрузки жиром, мы можем вызвать обострение поджелудочной железы. Того же заболевания, как холецистит, банкреатиты. Если у нас жировой гепатоз, и мы еще вдобавок льем туда жир, мы никак не помогаем печени, мы усугубляем эту ситуацию. Добавление лимонной кислоты в больших количествах – еще одна нагрузка на организм. В желудочно-кишечном тракте есть две среды – агрессивная кислота и защитная, определенная слизь. Лимонная кислота усиливает агрессивную среду и может вызвать обострение язвенной болезни – гастрита, гастродонита или других заболеваний. Стремление чистить свои органы таким способом – это абсолютно ерунда. Люди не понимают, что происходит на физиологическом уровне в каждой клетке этого органа. Ведь если, допустим, пойти на вскрытие, если вы разрезаете печень, человек, который ее не чистил, вы никогда не найдете там лежащий кирпич. Очень часто можно услышать от тех, кто занимался чистками печени, что во время этой процедуры выходят камни. Так вот, это физически невозможно. Максимальный диаметр желчных протоков – 5 мм. Такими нагрузками масляными, если у вас есть желчекаменная болезнь, вы можете, усилив перистальтику, вы можете вогнать камень в проток, и тем самым с вами будут работать только хирурги. То, что выходят камни, падают в унитаз, это химическая реакция. Масло, кислоты лимонной и желчных кислот вызывает в кишечнике образование вот этих камней. И эти камни потом из толстого кишечника высыпаются к вам в унитаз. Но никак не высыпаются из желчного пузыря. Чистка печени – это большой миф. Проводить чистки при желчекаменной болезни ни в коем случае нельзя. В санаторно-курортном лечении используется такая процедура, как тюбаж. Она разрешена людям с застоем желчи. Это мягкий метод, который усиливает ее выделение. Кто пользуется этим? Это с профилактической точки зрения. Если у вас, например, наследственность, у вашей мамы, бабушки, у всех желчекаменная болезнь, у вас немножко сбыток веса, вы белокожая, значит, блондинка, эти люди подвержены камнеобразованию. У них чаще всего нарушение холестеринного обмена, и у людей часто образуются камешки, желчного пузыря. Вот когда их нет, вы можете пользоваться бюджиками с минеральной водой. Процедура простая. Натощак выпивается дегазированная теплая минеральная вода. В этот момент происходит активное сокращение желчного пузыря. Нужно лечь боком на теплую грелку и подождать. Протоки расслабляются, перестантика кишечника усиливается, происходит естественное очищение организма. Вот это гюбаж, но он делается с трубой, если у вас нет желчекаменной болезни. Если у вас нет обострения, например, язвенной болезни, холецистита, панкреатита, то есть тем заболеваниям, когда мы, наоборот, даем отдых, мы даем лекарственные средства, замещающие терапию, чтобы дать отдых этим органам, чтобы они не работали. Мы их немножко выключаем. Помните, что любой метод лечения прежде всего нужно понимать. Слепо следовать советам друзей или интернета нельзя. Это приводит к недоразумениям и даже новым болезням. Только врач может решить, нужен ли вам тот или иной способ лечения, потому что он учился и знает анатомию, разбирается в физиологии и химии. Изначальное стремление вполне оправданно, забота о своем здоровье. Но важно отделить зерна от плевел и заниматься собой осознанно. Наши телефоны 511-36-06 и 8-926-212-212-0. Лечебно-диагностический центр. Доступно, надежно, безопасно.